Сейчас я такой сел, настроил все это, вон шатив поставил, такой сижу, думаю, так, 10 минут, немножко понастроюсь и запишу видео. И случайно ушел в медитацию, наверное, минут на 40, потому что я не мог понять вообще, как упорядочить все то, что со мной произошло за эту неделю. За эту неделю у меня было два трипа на грибах от компании Кедр, первый был не совсем такой глубокий, был, наверное, три с копейками, может быть, даже три с половиной, если не ошибаюсь, импульсно. Вот я прям проснулся утром, и мне так, ешь грибы, но немного. Я такой, окей, съедаю грибы, и мне такие, все, бери холст, рисуй. В итоге, вот в этом состоянии, оно вот было и не больше, и не меньше. И я нарисовал картину. Смотрите, где я сейчас фотографию поставлю здесь. После того, как я нарисовал картину, мне все-таки захотелось прилечь поспать, и я дошел до состояния, вот знаете, прям вот когда ты доходишь до двери, скажем так, я даже пост об этом писал в группу, до сих пор вот пишу в телеграм-группу, ежедневный отчет о том, что и со мной происходит, и так далее. Там уже 222 дня, по-моему, если я не ошибаюсь. Там идет и микродоз, плюс нагрузочный, безнагрузочный, все там я описываю подробно. Если тебя там нет, вот приходи сюда. Так вот, лег спать, меня довело до двери, но вот этой силой грибов запала не хватило, чтобы я туда дошел. Думаю, ну ладно, окей, все хорошо. Пришел в себя, пошел, посмотрел, думаю, что хоть за картину-то я нарисовал. Ну, в этом даже вроде что-то и есть. Думаю, ладно, пусть будет. И вчера, так же просыпаюсь, вчера у нас был четверг, и мне такие, ешь грибы. Прям много. Но так как урожай новый 23-го года, они капец какие термоядерные. И там получилось в районе 6 грамм. Я такой, окей, ладно, 6 грамм, погнали. В итоге меня начало потихоньку нагребать, нагребать, нагребать. Надя взяла телефон, начала меня записывать, какие-то там моменты поснимать. Я открываю глаза, вижу, что она вот на меня смотрит с телефоном вот так вот. И у меня внутри что-то перещелкивается вот так вот. И если я до этого говорил невнятно, что-то говорил, но оно было не особо понятно, что. Бормотал, то тут у меня так перещелкивается, у меня голос становится четкий, понятный для того состояния, четкий и понятный. Мысли такие, хлопс, упорядочились, такие, записывай видео вот прямо сейчас. Я такой Надя говорю, Надя, все, включай телефон, я сейчас буду записывать видео. Необходимо набрать определенное количество определенных ребят. Вот то, что нам показали в Трипе про Нео, которого нужно искать. Мы нашли только одного. Он реально, реально, когда мы его перезагружали, мы с ним общались совсем на другом языке. Было все просто и понятно. Он сейчас как раз вот в Туапсе занимается строительством вот такого ретрит-центра. Ретрит нового поколения. Также с Надей нам сказали, что таких будет несколько. И необходимо проводить эти ретриты не для всех. Вообще не для всех. Вот как сделал, так и сделал. Но это все будет не для всех, потому что большинству еще рано. Если все пробудятся, игра закончится. Грибам не нужна, чтобы игра пробуждалась. И им нужно, чтобы был сейчас этап веселья, смеха, был этап, когда все понятно и ничего не понятно одновременно. Проверка почему-то деньгами. Не знаю почему. Не знаю почему. То есть не всем нужно знать, как это все устроено на самом деле. Вот здесь проходят не все, но те, кто проходят, у них уже либо есть, либо будут деньги. Прямо, прям хорошие. Вот, поэтому мне сейчас необходимо еще написать книгу, чтобы донести до тех, кто еще не заработал. Кто еще совсем не заработал. Потому что все в этом мире работает наоборот. Капец. Это просто капец. Но для того состояния, для той глубины, то, что со мной происходило, я не знаю, как это работает. Вот как тогда с книгой. Щелк, пиши. Взял ноут и пошел писать четвертую главу вот этих, игра-наблюдающего. Записки астронавта, игра-наблюдающего. Так же и здесь. Говори. Я такой беру и начинаю говорить. Надя записывает. Суть в чем? Каждый трип, я постоянно об этом говорю, что каждый трип, он дает вам ответ на ваш вопрос. Но он дает ответ на вопрос и еще оставляет за собой примерно какой-то определенный хаос еще новых вопросов. Ты такой, окей, на этот вопрос я ответ нашел. Теперь у меня появилось три вопроса, условно, которые я не понимаю, как это работает. И все вот эти трипы, это как, знаете, как собирать пазл. Вот взяли перед тобой пазл, вот так вот высыпали, говорят, собирай. А ты такой, а что здесь за рисунок вообще? Они такие, черный квадрат Малевича. Я говорю, а сколько элементов? Ну, не знаю, тысячи, наверное. И ты сидишь на это, смотришь такой, о, окей, две штучки соединил. Вроде даже что-то и собирается. Но у тебя вот такая вот гора непонятных еще вопросов. Так же и вчера у меня были вопросы с книгой, потому что я уже почти три месяца, я хожу вокруг да около, и каждый трип, он ее дополняет с разных ракурсов. И я, если честно, даже максимально рад, что я ее еще не начал писать. Ну, я ее начинаю писать, не то, убрал. Написал главу, не то, убрал. Написал главу, и вот оно у меня так три месяца уже идет. И все не то. Но вчера это было вышка просто. Я не знаю, как это объяснить. Они такие, ты, ну, вы поняли, кто, как обычно, все сразу. Я даже не стал сомневаться, что я такой. Тебе сказали делать сайт. Ты сделал? Ну, сделал, да, там, ну, фигня, это не то. Говорят, смотри, сайт, короче, вот так вот выглядит. Там будет всего три позиции. Три всего для тех, кто хочет приехать на ретрит в Крым, в Крым. Конкретно в Крым. Даже сказали, почему, я не буду говорить, почему. Именно в Крым. Потом будут другие локации, но пока в Крым. На сайте будет в Крым, короче. Будет дорого, но это будет максимально быстро, максимально эффективно, максимально, как это назвать-то? Когда человек отдает деньги, и все, что ему нужно, это просто приехать. Просто приехать, и все. И ты делаешь все вот это, ты делаешь. Ты все прекрасно знаешь, как это нужно сделать, почему нужно так сделать, что нужно сделать, чтобы человек вот прямо приехал, кайфанул, прямо настолько глубоко, насколько он сам готов туда пойти. Все понял. Такой, окей, благодарю. Это даже оказалось недорого. Второй вариант. Онлайн. Ты, Игорь, будешь делать онлайн. Они мне просто дали всю схему. Я сегодня утром проснулся, у меня в голове так вот по полочке все. Онлайн. Этот пункт есть, короче, на сайте, но он еще не создан, короче. Поэтому это все у меня пока в голове, и я сейчас, вот сегодня-завтра, начну его осуществлять. Когда человек из любой точки планеты может зайти туда и все это проработать самостоятельно, а ты его будешь просто консультировать, давать какие-то советы, направлять и так далее. Третье. Это книга. Просто напиши книгу, которая сможет прочитать максимальное количество человек, и все. Там будет основная идея. Он ее прочитал, идея в голове поселилась, и он уже начал понимать, что, возможно, я живу в какой-то матрице, и все, что мне кажется, вот это все не по-настоящему. Ну, как бы оно по-настоящему, но это только проявленная часть. Основная часть непроявленная, она настолько многогранная, это вы знаете, как вот гриб и мицелий. Все считают, что наш мир – это вот прям все. На самом деле наш мир – это просто проявленный гриб, а под ним просто огромнейший мицелий, вообще чего-то непознанного. И вот благодаря вот этой книге, которую ты напишешь, опять показали мне, сказали, что ты такой-то, вот еще ничего не написал. Вот напишешь, и это будет идея, где человек сам, читая, поймет, как это все работает, как он все выглядит на самом деле. Вы мне сказали, Женя, ты, конечно, хороший человек, и ты хочешь все равно, вот мы тебе сказали, что всем помогать не нужно, потому что не нужно никому помогать. Когда человек готов, он сам это находит, приходит, говорит, пожалуйста, мне помоги. И он тебе отдает деньги в знак благодарности, энергоэквивалент тебе. Он отдает тебе деньги благодарностью, ты с благодарностью принимаешь, вот делаешь все то, что мы тебе показали. Это будет, говорит, работать. Вот так вот. А бесплатно всем помогать? У тебя в глубине души, вот у меня конкретно, есть вот такая штука, что я вот эти даже видео снимаю, я хочу помочь каждому. Несмотря на то, что мне четко показали, что как только каждый человек пробудится, игра закончится. Ну, мне хочется это сделать. Ну, я не знаю, ну, я понимаю, что я сейчас сижу, и вот ты сейчас сидишь, да, вот смотришь. По факту мы одно и то же. Я снимаю это видео, доношу информацию до самого себя, так, как я бы был в твоем теле, да. И вообще я начинал снимать первые вот эти видео про грибы на YouTube с тем посылом, что я сейчас сниму видео, выложу его на YouTube. Допустим, я умер, а YouTube существует там, не знаю, сто лет. Я тогда, допустим, реинкарнирую, ищу ответы на свои вопросы, натыкаюсь на видео самого же себя, которого уже нет. Вот. И по вот этим видео я начинаю искать ответы на вот эти вопросы, вспоминая, кто я, что я, почему я и так далее. Я это все начал снимать именно с таким посылом. Я это делаю так. Ну, мне грибы сказали, вот так вот. Вот. Дорого, средний, книги. Все. Вот делай то, что мы тебе сказали. Говорить простым языком на абстрактной темы. И не умничай. Короче, народ, вот такое состояние у меня сегодня непонятное. Сейчас пойду все это делать. Все ссылки оставлю в описании. О-хи-реть. Просто охереть. Ну все. Не прощайся. Вместе мы с тобой одинаково умираем. Абсолютно одинаково. Но мне уже похер, я это уже проходил. А ты еще нет. У тебя будет больная смерть. Говорит. Ты потом кайфанешь так, как никто в жизни не разникайфовал. И когда ты это все пройдешь, мы будем с тобой как два мертвых человека. Которые родились заново. Которые говорят, что нужно сделать, чтобы помочь людям. Основная цель – помочь людям. То есть люди, которым вообще вот так вот все открывают, считают, что у них новое рождение просто. Просто реально новое рождение. Офигеть. Офигеть. Все так просто. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...